всем привет сегодня поговорим о программах для записи экрана редактирования аудио и видео дорожек дальше программе для просмотра видеороликов ну и загрузчики видеофайлов главное мы будем говорить о кроссплатформенных программах кроссплатформенная это означает что программа может быть установлена и работать вот и на windows и на mac и на linux но в данный момент я нахожусь на винде значит и записываю как раз этот видеоролик программой который скачал и установил abs studio но единственное там в настройках на abs studio есть такой небольшой нюанс вот здесь вот два канала в каждом канале имеется фильтры значит ну по-английски вот написано gain я поставил восьмерки и закрыл а по-русски там будет вроде бы как сила там но в децибелах короче вот найдете вот где написано децибелы у меня усиление сигнала я поставил на 8 хотя у меня работала и на десятки и на 15 ну на 8 так вот получилось вроде бы оптимально то есть вот такие настройки дальше в настройках значит ну вот я указал папочку куда сохранять все это дело и формат матроска мкв файлы практически все но здесь вот у меня он поймал значит мой микрофончик и избишные и все то есть не особенно там я с настройками больше и не выландовался а естественно не забудьте установить вот захват экрана чтобы было добавляете плюсик там ищите словечко на русском или на английском языке захват экрана и добавляете его вот в это окошечко и абс студия практически вас будет нормально работать дальше вот видеоролик значит я вам так сейчас нюанс один скажу у меня на кладовочке на кроке программах для windows имеется вот аудасити можно ее саму скачать и к ней вот два приложения иначе без них она у вас работать аудасити не будет вот так установите аудасити установите вот эти вот два тоже маленьких и маленьких программки аудасити у вас будет работать нормально вот на примере у нас значит я там делал пробные видео скажем вот там буквально полминуты клип мы просто принцип работа аудасити вот пожалуйста значит я могу тут увеличить могу значит уменьшить вот допустим этот участок я уже просто знаю что здесь голоса нет вот а а теперь значит я иду эффекты ищу подавление шума завожу получить профиль шума возвращаюсь двойной клик левой кнопкой мышки снова эффекты снова подавление шума и теперь уже поскольку у нас модель шума есть профиль то нормально окей вот получилось совсем как говорится кархатулечная но мы можем вот отшлифовать до немоги пожалуйста еще раз делаем эффекты подавление шума получить профиль шума и снова идем на эффекты на подавление шума и вообще как говорится выравниваем его до немоги дальше можем послушать 1 2 3 делаем проверку здесь можем несколько и уровня громкости записи микрофона то есть видите да что практически вот так вот можно хорошенько чистить звуковые дорожки когда все это вы делали файл экспорт я выбираю обычно mp3 хотя можете его дичьи его как вам нравится ну допустим вот я сделаю экспорт в мп3 пойдем мы я у меня тут видео ну и сохраним мп3 вот этот участочек то есть вот эта программа она хорошо позволяет уменьшить уменьшить шумы и добиться более такого качественного звучания другой программы которая также работает и на линуксе и на венде является программка шоткат вот смотрите первое мы открываем вот этот вот в виде файлик 1 2 3 делаем проверку здесь я делаю добавить видео трек или добавить видео дорожку и перетаскиваю вот на видео дорожку сюда а теперь иду сюда открываю вот этот аудио файлик скорее всего это 1 2 3 да и теперь значит вот здесь добавляем аудио трек и значит вот попытаемся его сюда вот тоже добавить то есть вот я уже показываю как вот редактировать запись с экрана программа шоткат и ну давайте посмотрим посмотрим вот здесь вот я значок динамика уберу теперь значит вот это я подтянул вот сюда края совпали и давайте послушаем что у нас получилось 1 2 3 делаем проверку FMPEG и уровня громкости записи микрофона это один вариант если не нравится значит я могу этот звук здесь ну допустим я убираю его и слушаем 1 2 3 делаем заверку всегда можете там играть сравнить или оставить прежний уровень или значит добавить уже очищенный файлик все зависит от вас когда все это дело сделано значит ну я думаю для тех кто увлекается этим делом не составит допустим труда значит взять и вот нажать на экспорт и вот здесь вот идет линейка прогресса который показывает что вот этот файлик вот он уже был как говорится выдан на гора всегда всегда можно пойти значит зайти вот в видео так здесь мы поищем наш фотофайлик 3 и или 4 1 2 3 делаем ну лично для меня ну очень даже хорошо слышно уровня громкости записи микрофона для вас могу сделать на полную 1 2 3 делаем проверку fmp и уровня громкости записи микрофона то есть как видите мы разобрали значит программы которыми можно пользоваться и на линуксе и на винде это OBS студия audacity шоткат видеоредактор видеопроигрыватель smtube но я к нему еще обычно скачиваю так загрузки я дополнительно скачиваю не только смплеер а еще вторая программочка smtube они тесно связаны работают в одной связке и частенько можно находить очень хорошие вещи smtube привязана вот к этой кнопочке на программе smplayer и здесь вот сюда допустим вводите любую допустим информацию значит чижа нажимаем ну и в таком духе то есть да вон таки у них такое хорошее сотрудничество причем много лет я с удовольствием пользуюсь двумя этими программами и все работает нормально причем что могу вам сказать вот посмотрите OBS студия на большинстве линуксов работает нормально работает на винде даже на маке там они пишут то есть запись экрана проблем нет значит обработка звука на линуксе просто ставится аудасити на винде ставится аудасити и еще там две программки но я вам показал где у меня на кладовочке сразу все можно махом скачать и не париться значит видеоредактор шоткат опять таки работает на винде и на линуксе на макентоше я так сказать не знаю программа смплеер и смт опять таки работает как на винде так и на линуксе также есть кросплатформенная программка черри 3 вишенка она тоже ставится и работает как на линуксе так и на винде вот пожалуйста программка черри 3 все как говорится тут ясно и понятно то есть принцип кроссплатформенности это довольно таки хорошая штука тот же LibreOffice опять таки кроссплатформенный работает как на винде так и на линуксе даже вот этот китайский офис W P C там что-то такое ну по-русски я обычно говорю ВПС вот тоже кроссплатформенный он и на винде работает он и на линуксе работает так что в принципе никогда особенно там не заморачивайтесь какая там у вас операционная система где вы чувствуете себя комфортнее там как говорится и работаете лично мне я предпочитаю линукс ну он более стабилен он вообще не требует никакого антивирусного программного обеспечения он просто вирусоустойчив а на винде как говорится без антивируса это вообще что голым на улицу выйти вот ну тем не менее значит вот в данном случае я показал программы и именно показал их для винды потому что для тех кто работает на линуксе у меня по этим программам есть видеоролики где все это уже и рассказывал и показывал и разжевывал но основные принципы работы с этими программами то они остаются одни и те же так что пожалуйста у кого винда можете ставить себе на винду у кого винда и линукс можете ставить себе одинаковые программы на обе системы потому что если как говорится на них привыкли работать так вы хорошо везде будете чувствовать себя уютно и комфортно ну ладно принцип значит вот поняли что если у вас есть возможность всегда ищите программы кроссплатформенные то есть которые работают на различных операционных системах ну как минимум должны работать на винде и на линуксах вот в таком случае у вас вообще не будет скажем так чувство там неловкости какого-то то есть у вас оно все будет работать нормально вот ну ладно я желаю вам всего самого доброго всяческих успехов и удач и до новых встреч